Очень многие интересуются, как же мы ведем работу над проектом в нашем бюро. Сегодня я хочу рассказать на примере одного из наших загородных домов, с чего мы начинаем, как это все происходит, и потом, надеюсь, увидим, чем это все закончится. Изначально все начинается со встречи, с знакомства с заказчиками и, конечно же, с участка. Это самое главное, то, что у нас есть для начала работы. Мы смотрим, какую форму участок, где у него север-юг, откуда устаёт солнце, где оно садится, какие есть деревья на участке. Например, вот в этом проекте нам достался лесной участок, на самом деле вот такой длиннющий, и вот это все лес. И в самом начале есть небольшая опушка, на которой было решено размещать дом. Конечно, каждый заказчик, покупая особенно лесной участок, хочет сохранить максимум деревьев. Особенно это касается ценных пород. Это сосны, какие-то большие дубы, липы. Мелкие сор мы, естественно, убираем. Все, что меньше 20 сантиметров в диаметре, как правило, чистится для того, чтобы было больше солнышка на участке. Но поскольку здесь у нас лес, это такая вот прям часть заповедника, там вообще ничего вырубать нельзя. Поэтому, сажая дом, мы старались разместить его так, чтобы минимальное количество корабельных сосен пришлось срубить. Изначально на этом участке был не очень удачный въезд, такой прямо с самого угла, сбоку. И мы долго думали, как разместить так дом, чтобы все-таки он был ориентирован на въезд. Поскольку изначально заказчики были готовы к любым экспериментам и хотели какой-то необычный дом, может быть, даже с какими-то ломанными стенами, мы развернули основные оси дома как раз по направлению к въезду. У нас получился в плане такой непрямоугольный дом, что для нас не очень свойственно, потому что обычно у нас все так перпендикулярно, все как-то по законам золотого сечения. Здесь такой вот у нас был экспериментальный проект, достаточно смелый. И он еще и в объеме не совсем обычный. Сейчас я об этом тоже расскажу. И если смотреть на план этого дома, мы видим, что основные помещения у нас развернуты, и стены немножко даже расходятся. То есть ты заходишь и видишь такую удвоенную перспективу. Такой прием, когда стены не только параллельны, они немножко расходятся, и у тебя создается ощущение, что пространство не сужается, а расширяется. Этот дом полторы тысячи метров, у него есть бассейн, и поэтому есть подвальная часть, достаточно большая. И как раз в этом доме мы использовали такую систему, что часть дома у нас без подвала, у нас плита по грунту, а здесь у нас есть небольшая часть подвала, где у нас располагаются все технические снадобия для бассейна, вентиляционные комнаты и так далее. Если бы мы выкапывали подвал под всем домом, это очень сильно увеличило бы его площадь. Когда в доме есть желание сделать только часть дома подвальную, а часть дома без подвала, это, конечно, некие сложности для строителей, но мы научились их решать. Наш конструктор сначала долго сопротивлялся, потом, наконец, нашли приемы, как это делать безболезненно, там просто распределяется нагрузка на плиту, и мы можем делать хоть вообще там два на два кусочек подвала, все остальное без. Делать частичный подвал на самом деле не так сложно. Нужно просто найти техническое решение, чтобы в этом месте, где у вас есть плита и подвал, не было точки разлома. Ну, в этом доме, наверное, собрано все, что может быть самое лучшее в доме, хотя этот дом, по большому счету, для двоих, ну, плюс какие-то гости, но здесь все сделано именно так, как должно быть по хорошему сценарию проектирования дома. Есть въездная группа. Обычно люди либо заезжают на машине в гараж и оттуда попадают в дом, либо они приезжают с водителем, высаживаются в главном входе и точно так же заходят через главный вход. В любом случае они должны раздеться, значит, они должны попасть как-то очень быстро в гардеробную, достаточно просторную. Как правило, это является таким связующим звеном между гаражом и входом. И в то же время это буфер для того, чтобы выхлопные газы не проникали в дом, в случае чего, хотя мы ставим датчики СО2 и все там, все вытяжки, все продумано, но, тем не менее, такой буфер не помешает. Как правило, за таким большим домом нужен специальный уход. Редко бывает, когда хозяева сами его обслуживают, потому что тут с утра начал убирать и, скорее всего, к вечеру еще половину дома ты не уберешь. Значит, в таком доме должен проживать обязательно персонал. Как правило, это минимум два человека, мужчина и женщина. Женщина занимается уборкой, иногда готовкой. Мужчина чистит дорожки от снега, стрижет газон и там чинит иногда то, что могло бы поломаться. В некоторых случаях персонал проживает внутри дома. Как в этом проекте, эти люди будут жить отдельно в специальном маленьком домике. Но, тем не менее, у них есть свой незаметный вход в дом. И очень важно всегда при проектировании разделять эти потоки. Очень часто люди говорят, что мы вообще не терпим никаких посторонних людей в доме, у нас никто не будет проживать, нам вообще не нужен персонал, мы готовим сами, убираем сами. Но когда они уже достраивают этот дом, как правило, возникает мысль, что нет, все-таки это мы сами не сможем. Давайте отрезать там от каких-то помещений вот эти комнатки. Поэтому мы все наставим на том, что пускай эти помещения будут, если что, будет кладовка. И очень важно разделить эти потоки. Персонал и хозяева дома. Очень удобно, когда вы можете из гаража попасть, например, в блок черной кухни. Что такое черная кухня? Это такая кухня, где либо у самих хозяев могут стоять всякие гаджеты, мясорубка, соковыжималка, тостер, какой-то вок, место, где приготовить что-то такое очень пахучее, типа там котлеты, креветки. И, как правило, есть чистая кухня. Иногда она бывает частью гостиной, иногда бывает просто такая красивая кухня-столовая, но там не стоят вот так чайники в ряд. Там можно приготовить блинчики, яичницы, что такое легкое утром. И буквально за углом у тебя есть рабочая кухня. Вот на эту рабочую кухню должен быть доступ откуда-то из технической зоны, из гаража или с отдельным входом с улицы для персонала. Вот так же и здесь у нас одна часть разделена вот на такую вот хозяйственную зону. Там есть постирочная, есть комната для всяких охотничьих дел, там чистить ружье, там, не знаю, раскладывать какие-то мумии или еще что-то. Есть постирочная, кладовая при кухне, кухня и всякие кладовки для уличных приспособлений, там снегоуборочная машина, грабли и так далее. Очень удобно, когда эти все помещения интегрированы в дом, и вам не нужно строить какие-то отдельные такие сыроюшки, которые, как правило, там уже строятся в конце, не хочется переплачивать, делать какую-то архитектуру для них, и они могут вообще испортить весь вид общей концепции. Вот. Иногда в этой же части мы делаем комнату для собак. Если есть собаки, особенно большие, и не всегда здорово, чтобы они жили в доме, но хочется, чтобы в тепле, тогда у них есть отдельный вход, комнатка, там душик, куда может прийти парикмахер, там подстричь, помыть их. Вот. Ну, поскольку загородная жизнь предполагает очень часто собак, про это мы всегда сразу спрашиваем и не забываем, чтобы потом не делать там какой-то вольер, тоже не очень симпатичный. Вот. Другая часть дома – это зона проживания хозяев, это их такая территория, где уже абсолютно нет никаких технических и подсобных помещений. Там есть гостиная с красивой лестницей наверх, со вторым светом, с каминной зоной. Есть зона спа с большим бассейном, сауна-хамам, спортзал тут уже недалеко, домашний кинотеатр и небольшая гостевая спальня. Вот такой первый этаж. Иногда люди приходят и говорят, нам нужно дом и баню. Вот тогда в этих случаях я всегда задаю вопрос, вы эту баню строите для чего? Для того, чтобы как-то достаточно часто там бывать с семьей? Или, например, это должна быть такая история, когда муж ушел на три дня, и при него все забыли, и он там с друзьями в этой бане тусуется. Ну, иногда люди говорят, да нет, мы будем ходить в баню, как же, вот. Там по пятницам. Вот в этом случае я всегда отговариваю строить отдельный дом. Во-первых, два дома строить всегда дороже. Во-вторых, зимой с детьми ходить, допустим, там в бассейн, по холоду, ну, это вообще, мне кажется, неудобно. И гораздо класснее иметь бассейн, хамам в доме, чтобы зимой, допустим, ты пришел с работы, пошел такой, погрелся в халатике. И также в тапочках или босиком вернулся там к себе, на кухне попил чай. Поэтому чаще всего бассейн – это часть дома. Коммуникации все же. Здесь располагаются котельные, обслуживающие дома, обслуживающий бассейн. Это сделать гораздо удобнее, и не нужно терять тепло на этих гигантских трассах. Мы очень редко строим дома выше двух этажей. Это какие-то локальные случаи. Или, например, если дом на склоне, на очень крутом рельефе, то там иногда бывает прям просится сделать много уровней, потому что хочется разместить много помещений, а участки, как правило, вытянуты вверх, а не в плоскости. Но это дом на сторонном участке, поэтому тут два этажа. На второй этаж традиционно мы отправляем все спальни. Здесь у нас есть большой мастер-блок. Это главная спальня с гардеробной, даже с двумя. Здесь есть гардеробная мужа и жены, ванная комната и большая терраса с камином, чтобы можно было выйти под навесом обязательно, посидеть, попить чай, посмотреть на лес и провести хорошо время. Есть кабинет, есть зона бильярда. Это такой вечерний ивент, скорее, чтобы прийти, может быть, поиграть в бильярд, что-то выпить. И на этой террасе как раз вечернее солнце садится и очень будет хорошо и красиво здесь посидеть, потому что, в принципе, лесной участок не дает много света на террасу, которая у нас внизу. И вот эта верхняя терраса в данном случае используется как раз для того, чтобы поймать солнышко. И тут еще есть две детские комнаты, поскольку детишки уже взрослые, они будут, скорее всего, приезжать сюда в гости. Это такие небольшие комнаты со своими ванными комнатами, с маленькими гардеробными для гостей или детей. Также на этом этаже мы расположили постирочную, потому что не всегда удобно все вещи из шкафа носить на первый этаж. Тем более, если нет лифта по парадной лестнице с этими тазиками, не очень здорово, когда ходит персонал. Поэтому мы делаем всегда две постирочные. Одна более такая глобальная, вторая скорее для хранения всякого инвентаря. Там на постуаленной бумаге, швабры, пылесос и так далее. Основная постирочная и гладильная для одежды находятся, как правило, ближе к тому месту, где хранится одежда, то есть наверху. Если смотреть на этот дом с точки зрения архитектуры, то видно, что архитектура современная. У нас есть такой вот необычный для нас вытянутый вверх центральный портал, очень высокий, почти 9 метров. Это будет такая акцентная зона прямо на входе. Сразу будет казаться, что дом не 2000 метров, а 5000 метров. Очень нарядно и красиво. Вообще проектирование домов, оно, конечно, очень тесно связано с тем, как человек себя ощущает с этим домом. Очень важно думать о том, чтобы, подходя к дому, человек чувствовал себя гармонично, комфортно, чтобы этот дом на него не давил. И в любом случае мы стараемся всегда дома вытягивать горизонтально, чтобы как можно больше снизить его масштаб. В этом доме у нас очень высокий портал на входе. Но за счет того, что сам дом большой, и в целом он все равно смотрится вытянутым, мы себе позволили здесь сделать вот такую вот штуку, которая, на наш взгляд, будет очень эффектной. Вообще этот дом, он достаточно такой концептуальный, и тут нет как таковых элементов, присущих вот там дому. Это чистая такая объемно-пространственная композиция. Нету какой-то там дверки, окошка, крыши. Невозможно глазу даже понять, какой это масштаб. На самом деле, человечек здесь будет вот такой вот маленький, а когда ты смотришь на дом издалека, непонятно, что он такой прям большой. Окна сделаны все от пола до потолка. Более того, даже пространство кровли плоское, оно тоже закрыто стеклом. Называется структурное остекление, когда стекло наклеивается прямо на фасад дома и выставляется в плоскость вместе со стеклом окна. Таким образом, получаем такую большую стеклянную поверхность, которая тоже работает как отдельный объем, а не как окошечко такое. Часть фасадов у нас будет покрыта бетоном натуральным и такая будет монументальная вещь, даже чем-то похожая на скульптуру. Вот эта архитектура дома, она такая больше скульптурная. Ну, со стороны въезда он больше закрытый. Вообще мы стараемся дома со стороны въезда делать больше закрытыми, потому что там вся дорога, там какие-то машины ездят, люди. И это больше такая концептуальная вещь. А со стороны уже внутреннего двора обычно дома более открытые, у нас. Там много окошек, есть всегда террасы, на которые можно выйти. На этих террасах там разные зоны. Здесь есть и зоны для того, чтобы сделать барбекю, там пожарить какое-то мясо, просто открытый камин, где можно на диване посидеть с бокалом вина вечером. Есть какие-то даже световые колодцы, там мы делаем иногда открытые, такие отверстия в перекрытиях, туда проникает свет. Таким образом, если у вас есть большой вынос крыши, чтобы сделать, собственно, навес над террасой, а в гостиной, допустим, темно при этом, мы делаем такой световой фонарь, и у нас свет проникает прямо в гостиную. Вечерняя подсветка – это вообще очень важная вещь в загородном доме, поскольку, особенно если дом в лесу, ты смотришь в окно, там прям чернота, и даже как-то так страшновато становится, потому что ничего не видно, что там. может кто-то стоит в окошко смотрит. Поэтому мы делаем и подсветку самого дома. Подсветка фасада – это тоже очень важная часть, это вообще часть архитектуры, я бы даже сказала, потому что подсветкой можно совершенно изменить форму дома, можно выделить какие-то там акцентные объемы, можно их скрыть, если их не подсвечивать, можно какую-то линейность подчеркнуть. Хочется нам форму дома сделать более вытянутой, сделали мы такую линейную подсветку, видимо, и вот уже форма растянулась. Ну и, конечно, надо продумывать, чтобы эта подсветка не била в глаза или, например, в окна спальни. У нас с фасада все красиво, все подсвечено, ты лежишь на кровати, у тебя прожектор, у тебя светит прямо глаз, тебе приходится ее выключать все время. То есть, проектируя дом, мы всегда смотрим изнаружи и внутри, а как это вот остекление будет смотреться изнутри, не будет ли там импост, все время мешать тебе посередине там твоего взгляда. Вот. Поэтому очень много нюансов нужно учитывать постоянно, перемещаясь. Снутри, снаружи. Ну, так как архитектура у нас современная, то и материалы мы применяем, конечно же, только современные. Но об этом я расскажу в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова